В Люберцах продолжается частичная мобилизация. В военкомат приходят не только граждане, которые получили повестку, но и те, кто добровольно готов защищать свою страну. Как прошла очередная отправка мобилизованных жителей округа, расскажем в нашем следующем сюжете. Частичную мобилизацию президент России объявил 21 сентября. С тех пор Люберецкий военкомат работает в усиленном режиме. Сейчас очередная группа мобилизованных граждан готовится к отправке на службу. Боевой настрой и готовность к выполнению задач у всех, кого призвала Родина. Сами мужчины немногословны, но все без исключения чувствуют себя уверенно. Служил по контракту 6 лет. Знаю, что все будет нормально. Рината Бекулова провожает вся семья. Жена и дети не могут сдерживать эмоции. Не отходят от него ни на шаг. Все хорошо будет. Жена переживает немножко. Слезы радости. Мы верим, что все будет хорошо. Мы дождемся. Мы верим во всех наших мальчишек. Мы их всех будем ждать. Не только своего. Он сказал, кто если не я, надо значит надо. Будем ждать. Переживаем, конечно. Я уверена, что все будет хорошо. Администрация городского округа спланировала мероприятие по поставке всего необходимого на первый случай прибытия на пункт приема личного состава. Это вещевые мешки, оборудованные спальниками, подстилочки теплые. Это медицинские аптечки, которые необходимы. Сухой паек. Из военкомата мобилизованных отправляют в учебные части. Основные площадки в Подмосковье – Парк Патриот и Центр Авангард в Кубинке. Там они пройдут подготовку согласно своим военно-учетным специальностям. Защитников Родины, родственники, друзья провожали под аплодисменты.